На этом уроке мы продолжим морфологический разбор Суры Аль-Фалюк. Мы остановились на словах Всевышнего Мин-Шарри Ма-Халюк от зла того, что Он создал. То есть прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил, создал. Мин-Шарри Мин – это харф, а значит не будет здесь рассматриваться. Шарри – это имя «Исм» по модели «Фаалин» – трех буквы на имя без добавления, здоровое имя, то есть не содержащие слабых букв. Однако это «Ойрусальм» – неправильное имя, так как это «Мудуав», имя у которого «Айн-Илам», то есть его вторая и третья корневая буквы являются одинаковыми, однородными. В основе было Шарр-Рун с укуном первой и огласовкой вторых однородных букв. Значит первая буква «Ра» с укунирована, а вторая огласована, что приводит к обязательности Идхама слияния этих однородных букв в одну удвоенную букву «Ра». Ма-Ма – это «Исман Маусуллин» – относительное местомение, «Мабни» – слово с неизменяемым окончанием, и поэтому оно здесь не будет рассматриваться. Холик – это феуллин ма-ден – глагол, прощающего времени, по модели фаалин. Феуллин, саласийун, муджарудин, сахихун, саримн – трех букв на глагол первообразной формы, то есть без добавления. Здоровый, правильный глагол, так как он свободен от слабых букв, алифу, ау-я, от хамзы и от тадайфа, то есть однородности второй и третьей коренных букв. Холик – это глагол по модели, по породии фаалин яфулю, холика яхулюку фаалин яфулю, здесь еще можно добавить, что холик – это феуллин мута'аддин – переходный глагол, который нуждается в ма-фу-ль-бихе, в прямом дополнении. И как мы упоминали, в части синтаксиса ма-фу-ль-бихе, прямое дополнение здесь скрыто подразумевается, то есть холикаху, миншарль ма-холикаху. Следующий эт – это миншарль гасыгн иза вакаба, от зла мрака, когда он наступает. Ва-мин – каждая из этих двух слов является харфом, предлогами или частицей, а значит не будет здесь рассматриваться, так как эти слова с неизменяемым окончанием. Шаррин – слово шаррин мы уже разбирали. Гасыгн – это исмуфаалин – имя действователя, при части действительного залога, по модели фаалин, от глагола гасыга ягасыку. Гасыгн – это исмун суляциюн мазейдун бихарфин – трехбуквенное имя с добавлением одной буквы, буквы алифа, после первой корневой буквы. Сахихун саримн – так как имеющаяся здесь букву алиф, добавленная буквой, здесь нет других причин. Иза это исмун мабнион – имя с неизменяемым окончанием, а значит не будет здесь рассматриваться. Ва-кабайта – фиалун мазан – глагол прощающего времени, по модели фаалин. Фиалун суляциюн муджарадан – трехбуквенное глагол первообразной формы, то есть без добавления. Гойру сахихан гойру салиман – нездоровый, неправильный глагол, так как это мифалун – му'таллюль фаил, то есть глагол, у которого первая корневая буква является слабой буквой, правильно подобный глагол. В данном случае буква вау – значит это мифаль му'таллюль фа, глагол, у которого первая корневая буква является слабой буквой. В данном случае это буква вау. Уа-каба – якибу, яу-кибу в основе. Это порода фааля яфалю, значит якибу в основе у нас было яу-кибу. Как известно, если глагол, у которого первая корневая буква является слабой буквой, если она приходит в форме настоящего будущего времени по модели яфалю, то есть если его муджарь проходит по модели яфалю, то у такого глагола удаляется буква вау. Это стандартное общепринятое правило, например, яу-иду и я-иду, яу-ритву и я-ритву, яу-сылю и я-сылю и так далее. Значит здесь в глаголе яу-кибу, буква вау, оказавшись между буквой я, огласованной фатрой, и буквой каф, огласованной касрой, была удалена, после чего у нас осталась якибу. Аллаху а'лам.